695 день войны, свежая сводка с Русланом Левиевым. Новые версии того, как могут сбить российский самолет А-50, потеря которого критично для российских войск. Франция передаст Украине новые авиабомбы и будет передавать их по 50 штук в месяц. Это довольно существенное усиление возможностей Украины. Германия передала Украине новый пакет помощи, в который входит много необходимого вооружения. Ну а также Украина, судя по всему, разработала беспилотник, который может летать на очень большие расстояния и стать серьезной проблемой для российских войск. Обо всем этом и не только в сегодняшней сводке. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Все эти действия помогают продвигать видео. Ну а также поддерживайте канал на Патреоне. Ссылка на него будет в описании. А вот наш разговор с Русланом Левиевым. Во-первых, продолжим одну из самых громких тем недели. Это все опять же про сбитие самолетов Ил-22, А-50. Послушали мы подкаст «Медузы», который называется «Что это было?». Там поговорили с военным аналитиком Павлом Аксеновым. Он разбирал разные версии по поводу того, из чего могли сбить эти самолеты. Из интересных моментов я бы отметил из его слов, то, что, во-первых, вот эта площадь поражения самолета Ил-22, которая видна на этой фотографии, он считает, что это площадь слишком большая для ракеты класса воздух-воздух. Что тем самым автоматически отсекает и версию с F-16. По его мнению, это больше похоже на ракету ПВОшную, от комплекса противовоздушной обороны. Он также вспомнил один момент, что, в принципе, помимо Патриота, если мы говорим про версию ракет ПАК-2, есть еще один комплекс на вооружении ВСУ, который мог на это расстояние стрелять. Это комплекс С-200. И, кстати, об этом нам еще один из наших подписчиков тоже очень правильно написал, сказал, что «А вот еще есть С-200». Да, мы как-то так упустили, забыли посмотреть свою табличку, чтобы сразу по расстояниям посмотреть, что, в принципе, может на такое расстояние летать. С-200, в принципе, вполне может быть. Единственный момент, что С-200 – это такая вещь более стационарная, хотя, конечно, их могли погрузить на платформу. Учитывая, что С-200 вообще уже переделывали, потому что изначально это комплекс противовоздушной обороны, но Украина его часто применяет для удара по наземным целям. Сколько раз мы видели, как они прилетают, эти ракеты, в том числе по объектам на территории России. И другой важный момент, что, в принципе, сколько мы помним примеров атак из комплекса С-200 по целям российским, будь то где-нибудь в Крыму, будь то на территории России, там довольно-таки часто эти ракеты перехватывали. Так что тоже вызывает дополнительные дискуссии, не то, что мы прям сомнения, а вызывает дополнительные дискуссии. Тем более, что мы говорим про самолет А-50, но по идее он такие объекты, ракеты должен видеть очень далеко и понимать все это и реагировать. Но про версию с комплексом Патриот он, Павел Аксенов, верит меньше. То есть он все-таки считает, для него версии основных две. Либо это комплекс С-200 от ВСУ, и мы считаем, что это тоже вполне правдоподобно, технически возможно. Либо это все-таки российский комплекс С-400, который ударил по этим самолетам. Более того, мы же помним все вот эти вот в прошлом году рассказы от западных партнеров Украины, тот самый проект, которому дали название «Франкенсэм», имея в виду, что будут имеющиеся советские комплексы дорабатывать таким образом, чтобы они были совместимы с определенными западными ракетами, или чтобы они были какие-то более современными, не знаю, то есть разные варианты, как это могло бы доработать. Поэтому я бы не удивился, что если бы там смогли необходимым образом доработать С-200 так, чтобы он мог поразить такие цели. Более того, известный украинский обозреватель Константин Машевец в одном из своих постов, где он разбирал эту ситуацию, он написал следующее, дальше я его цитирую. «У Украины есть какое-то такое хитрое оружие, скажем так, которое способно поражать воздушные цели типа самолета ДРЛО на расстояниях до 150-160 километров». То есть он тоже как бы делает намек такой на а-ля «Франкенсэм». С-200 с лихвой покрывает расстояние 60 километров, он может там и на больше лететь. Так что это как еще одна версия остается. И в принципе сейчас все гадают о том, сколько этих самолетов ДРЛО очень дефицитных осталось у России, потому что с одной стороны, если судить, грубо говоря, по справочнику, то у России вроде бы их 8 штук еще осталось, но сколько из них реально работоспособны, неизвестно. Но в теории у нас с вами есть еще как минимум 8 попыток отгадать, что еще там за оружие такое, которое стреляет на такое расстояние. Так что посмотрим, как дальше это оружие будет снова и снова стрелять. Очень часто, когда ты имеешь в виду 2 немодифицированных и 6 модифицированных, да? Да, ушки и просто А50, А50У и просто А50У. Еще непонятно, что с тем, который в мочурищах стоял, тоже какая-то загадка. Более того, пишут, что еще с другими. Ну, опять же, узнать нет никакого. Может, их вообще 100 штук наклепали, хотя официально России их не производит. Я бы сомневался, да. Не может производить. Причем, ты знаешь, самое, не знаю, не могу сказать самое смешное в этой ситуации, потому что в этой ситуации много смешного было, но помнишь, значит, была какая-то такая волна под вечер уже первого дня, начало второго, когда часть Z-каналов начала писать, типа, вот, надо акцентироваться не на том, что сбили, а на том, что, во-первых, смотрите, как героические летчики, значит, Ил-22 до аэродрома дотянули, а во-вторых, говорят, мы, украинцы, мы еще построим. И это довольно иронично, потому что речь идет как раз про самолет, который Россия не строит и который построить не может на данный момент. Меня это очень позабавило, потому что они начали этот тезис как-то форсить. Вот эти вот знаменитые самостроители все, которые у Ирана и КНДР ракеты выклянчивают, значит, вот они говорят, что мы еще построим про самолет, про который точно не построят. Довольно забавно. Ну и тем более самолеты не строятся, там, не знаю, за полгода или год, как правило, они там строятся гораздо дольше, сколько мы видели у всех этих самолетов построенных, ну, других, да, там, даже вне контекста войны. Всегда это прям длилось годами, эта стройка каждого самолета, поэтому даже если было бы сейчас вот все необходимое для этого постройки, все равно это было бы не скоро, что, типа, еще построим. А то уничтожаются буквально за полчаса. Ну, да. И посмотрим еще, как еще будут уничтожать, потому что делается вот с украинской стороны, делаются вот эти вот намеки, что теперь всем, кто летает на расстоянии, там, до 160 километров от линии фронта, нужно иметь в виду, что мы вас можем сбить. Так что последим за дальнейшим развитием событий в этом плане. Но звучит оптимистично. А ты сегодня к пятнице, ты скорее уже начинаешь склоняться к тому, что это все-таки Украина сбила, или все так же 50 на 50, что, типа, свое ПВО или украинское? Ну, мы опять-таки дискутировали на летучие команды, и опять-таки, вот, нет такого, за что бы зацепиться, чтобы уже прям совсем склониться к одной из версий. Все так же. Может, я был готов прям там часами об этом дискутировать, обсуждать, но тоже пока не могу объяснить, как бы к той или иной версии склониться. То есть так же пока что 50 на 50, да. Но появилась, как видите, еще одна вот версия, про которую мы даже и как-то и не подумали. Но я правильно отметил и Павел Аксенов, и наш зритель, который написал нам про С-200. Это тоже возможно, да. Еще на прошлой сводке я вам коротко упоминал статью издания Economist про помощь Украине от Европы, от США. Показывал вам такой вот график, где финансовая помощь от Евросоюза, от Европы, Украине уже по объему больше, чем американская. Что на втором месте по военной помощи после США это Германия. Я говорил вам про эту статью. Просто хотелось бы из той статьи еще пару моментов интересных упомянуть, процитировать. Во-первых, там цитируется эстонский министр обороны, который заявил очень странную вещь, на наш взгляд. Он сказал, что в этом году российское производство артиллерийских боеприпасов достигнет 4,5 миллионов штук. Это очень странно. Потому что, во-первых, это шокирующий объем производства. Во-вторых, из тех цифр, которые мы слышали от разных западных экспертов, по-моему, это Коффман говорил, если могу ошибаться, но по-моему, это говорил Майкл Коффман, что они ожидают, что объем производства России это примерно 1-1,5 миллиона боеприпасов именно новых, но еще плюс там 750 тысяч, это которые восстановлены, сняты из резервов. И отремонтированы, скажем так. То есть это далеко до 4,5 миллионов. Так что откуда взял эстонский министр обороны эту цифру, я не знаю. Может быть, он просто пытается так нагнать жути. Тоже вполне не исключаю. Но эта цифра для нас прям очень поразила. Очень странная такая цифра. И в то время как, опять же, из этой статьи данные, американское производство артиллерийских снарядов конкретно калибра 155 миллиметров к следующему году, 2025-му, достигнет в количестве 1 миллиона 200 тысяч штук. Так что подождем, как это будет развиваться. Плюс еще говорят про европейское производство, которое должно достигнуть 1 миллиона 250 тысяч штук. Итого, если сложить и то, и то, Америку и Европу должно быть в теории, в идеале должно быть 2,5 миллиона в год. Это если все отдавать Украине. Но опять же, как я и говорил в прошлый раз, в прошлые сутки, все опирается в том, что нужно... Эти оборонные предприятия, они, как правило, частные. И они не хотят так сильно рисковать. Они хотят быть уверенными, что в случае чего часть рисков возьмет на себя государство. В том плане, что если война закончится, а у них там расширенное производство, и что, теперь всех увольнять, что ли? Чтобы такого не было. Чтобы у них он был обеспечен заказами на много лет вперед. И еще в этой же статье упоминается важный такой момент, что, в принципе, помимо того, что можно ослабить требования по сроку хранения боеприпасов и тем самым ускорить их производство, потому что не нужны такие прям жесткие требования, чтобы они могли храниться там по 30 лет, условно. Также можно немного ослабить требования, в том числе, наверное, и по точности снарядов. Почему? Потому что вот эту заявленную точность по снарядам можно достигнуть только в том случае, если бы в Украине современно менялись стволы для артиллерии. А, к сожалению, стволы это уже довольно-таки дефицитная вещь и тоже не так быстро производится. И поэтому очень часто снаряды просто вылетают уже довольно-таки из ножных стволов, поэтому они уже в любом случае не так точны, как должны быть по паспорту. Поэтому это тоже такой дополнительный элемент, который в теории мог бы позволить производство само ускорить, быстрее выйти на те самые запланированные темпы. В общем, такая вот интересная статья от издания «Экономист». Опять же, тоже про то видео, которое широко обсуждалось, ну, точнее, событие, про которое обсуждалось среди военных аналитиков, которое я вам показывал, где украинские БМП «Бредли» стреляют по российскому танку Т-90М. Я говорил, что это прям как в «Вор Тандере». Появилось другое видео с нового ракурса, там уже гораздо ближе снято. Мы видим, как попадают эти снаряды калибра 25 мм по танку, но он там пытается, продолжает двигаться. Здесь просто, ну, помимо того, что это красивое видео, и его интересно смотреть, я бы процитировал ремарку Роба Ли, одного военного аналитика, который отметил, что важно понимать, что в этот танк российский прилетело больше 20 снарядов калибра 25 мм, пущенные из «Бредли», судя по тому, что мы видим на видео, и при этом весь экипаж уцелел и смог оттуда потом сбежать. Это вот говорит о выносливости танка. Потому что если бы это было на его месте, была бы какая-нибудь БМП или БТР, вряд ли вообще кто-либо выжил бы в этой боевой машине. Ну, а поскольку калибр просто не такой большой, всего лишь 25 мм, то, в принципе, все равно это давало дополнительный эффект, потому что такой мощный огонь, он сбивал, по сути, все навесное оборудование, тем самым как бы ослеплял танк. Плюс представьте себе, когда вы сидите в железке, а вам там ежесекундно прилетает вот такой мощный снаряд по железке снаружи, там представляют, наверное, все получили контузию. Да и, в принципе, если посмотрите первое видео, которое я цитировал, там под конец видео можно заметить, что мехвод, судя по всему, был дезориентирован. Едет куда попало, там сбивает деревья, потом упирается, по-моему, в стену дома, что ли. Вот, короче, видно было, что там были все контужены. Но сам факт, что танковая броня, она, ну, ожидаемо выдержала такие попадания, и поэтому экипаж уцелел. Вот, ну и да, потом танк был добит FPV дроном. Еще поговаривают, по крайней мере, в трейде Робали, ему в реплайе написал один украинский аккаунт, который, судя по всему, связан с украинскими военными, что мехвод танка был захвачен потом, когда он попытался сбежать. Вот, и он попал в плен. Вот, такой интересный момент. А еще из, по части, краски разработок украинских, интересная новость, которая произошла вчера. Один из украинских беспилотников смог долететь до самого Санкт-Петербурга, конкретно до Петербургского нефтяного терминала. Да, беспилотник был небольшой, всего 3 килограмма боевой части, то есть с такой боевой частью вы никогда, конечно, никакой там нефтяной терминал или завод или что-нибудь такое большое не разрушите, но если только не попадете в какую-нибудь гигантскую цистерну с топливом, условно. Вот, поэтому, естественно, никаких пострадавших и больших разрушений по этому атаке нет. Но сам факт, что беспилотник долетел на гигантское расстояние, это впечатляет. И, более того, министр по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины Александр Камышин, он сказал, что это был беспилотник именно украинской разработки, их собственной. И, во-вторых, он назвал прям конкретную цифру, сколько беспилотник пролетел. 1250 километров. Это прям суперзначительно. Это прям очень мощно. Но просто только, конечно, насколько массовое производство они могут обеспечить. А так, в принципе, запасов хватит, чтобы бить по многим интересным и важным объектам на территории России, там, в Белгородской области, Ростовской, Воронежской. Их там полным-полно. Куда может такое прилететь? Ну и, в принципе, представители Главного управления разведки, точнее, источники украинской правды в управлении разведки признали, что эта атака беспилотника на нефтяной терминал в Петербурге это спецоперация ГУР украинского. Так что, как видите, семимильными шагами развивается отрасль беспилотников в Украине, и это тоже очень хорошо. Еще в самой первой сводке этого года, той, которая была со мной, я вам показывал стоп-кадр из видео, где прилетает российская крыла-ракета Х-101 и отстреливает ловушки, чтобы преодолеть ПВО. Показывал вам старые фотографии упавшей тоже ракеты Х-101, найденной в Венецкой области, где тоже было видно, что у нее появился блок ловушек. И многие гадали, то ли это тепловые ловушки, то ли это дипольные отражатели. Точнее, как, здесь конкретно, судя по маркировке L504, скорее всего, это дипольные отражатели. Но, может быть, существуют и модификации Х-101, которые отстреливают, допустим, такие тепловые ловушки. Так вот, появились вот такие фотографии, где мы видим как раз какие-то самые дипольные отражатели. То есть, это такие вот фольгированные металлизированные ленточки, которые выстреливаются, и тем самым создают, как бы, отражающую поверхность, условно говоря, типа, чтобы головка радиолокационного именно наведения наводилась на вот эти ложные элементы. И тем самым ракета улетала дальше. Это действует иначе, нежели тепловые ловушки. Тепловые ловушки помогают против головки самонаведения, которая наводится на именно тепло, соответственно, логично. И плюс еще появились фотографии еще одной ракеты Х-101, тоже обломки перехваченной, где как раз-таки мы тоже видим, что у нее есть тот самый блок ловушек. И плюс еще представитель главного управления разведки Вадим Скибицкий, он тоже сказал, что мы видим, что Россия модернизирует свои ракеты. И конкретно по ракете Х-101 она смогла ее модернизировать так, что там появилась активная система радиоэлектронной борьбы на ракете. Это я сейчас цитирую Вадима Скибицкого, это там не то, чтобы мои догадки, это его слова. У нее появилась активная защита, тепловые ловушки и так далее. Ну вот, как минимум, какие-нибудь дипольные отражатели мы его точно видим, да. Ну и плюс то видео января, самоначал января, где тепловые ловушки, судя по всему, тоже. По части помощи Новис, во-первых, по части Германии. Олаф Шольц, канцлер Германии, поговорил, с президентом США Джосефом Байденом. Они согласились, что нужно продолжать предоставлять военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине. И Олаф Шольц твитнул сообщение, что Германия в этом году предоставит Украине военную помощь на сумме более 7 миллиардов евро. Как мы помним из той же статьи издания «Экономист», графика, которую я вам показывал, краски вторая страна из партнеров Украины, которая по объему военной помощи после США, это как раз таки Германия. И одновременно с этим как раз объявили и новый пакет военной помощи от Германии. Он включает в себя боеприпасы для танков «Леопард-1», 8 бронетранспортеров, но там не конкретизируется, что за бронетранспортеры. Это интересно, но пока что мы не нашли. 30 боевых машин пехоты «Мардер», очень супернужная, суперполезная вещь и дефицитная. 15 самоходных зенитных установок «Гепард», ну и дальше еще там по мелочи дрон-разведчики, терминалы связи с «Адком», автомобили для пограничной службы, грузовики и материалы для обезврежения взрывчатых боеприпасов. К сожалению, еще пришла новость опять же из Германии, что в очередной раз дано отрицательное решение по крылатым ракетам «Таурус» немецким, чтобы их поставить в Украине. В частности, в парламенте Германии рассматривалась проект резолюции о поставках «Тауруса» для Украины. В итоге 485 депутатов проголосовали против, 178 проголосовали за и трое воздержались. Так что серьезный, к сожалению, пока что перевяз по части депутатов за то, чтобы не предоставлять «Таурусы» Украине. На данный момент такая позиция у Германии, увы. По Франции тоже интересные материалы вышли, связанные с министром обороны Франции Себастьяном Ликарню. Он дал несколько интервью. Во-первых, он заявил, что Франция до конца этого года будет пострелять Украине по 50 гибридных бомб в месяц. Это неплохо, на самом деле, получается. Расскажи, что именно за бомбы вообще? Их все обсуждают сейчас? Это, я так понимаю, то, чего пока мы то ли не видели, то ли не обсуждали. Некоторые это сравнивают с каким-нибудь там «Джейдамом», например. Но здесь разница в том, что это модель такой бомбы. Сейчас я покажу справочную фотографию. Она существует в разных модификациях, но помимо крыльев у нее есть еще и твердотопливанный ракетный двигатель, что позволяет лететь ей еще дальше. Опять же, как я и сказал, она бывает в разных модификациях, и поэтому пока сложно судить, на какое расстояние она будет летать. То ли условные 60 километров, то ли 70, то ли вообще 200. Потому что в некоторых справочниках есть такая цифра, в зависимости, опять же, от модификации, которую предоставят Украине. Так что, по-моему, это тоже, грубо говоря, более крутой аналог, чем «Джейдам». Более крутое вооружение, чем «Джейдам». Это не ракета, ну, точнее, не совсем ракета, потому что двигатель так-то есть, ракетный как раз-таки, реактивный. Но не совсем ракета. И опять же, боевая часть там тоже бывает разная. Бывает 125 килограмм, 250, 500 и целая тонна. Но даже 125 это тоже немало. В принципе, вспомните там какие-нибудь ракеты «Харм», это всего там 80, по-моему, килограмм. «Джейдам» и «РАЭС», реактивный снаряд, это тоже 80 килограмм. А тут минимальная будет 125. Так что это довольно-таки неплохая такая получается вещь. Тем более, если они готовы предоставлять их 50 штук в месяц, это получается, грубо говоря, по полторы бомбы в день можно тратить. Очень-очень неплохая такая прибавка. Вопрос только в том, с чего они будут запускать, ну, с какого самолета. То ли это F-16, то ли они смогут ее модифицировать так, чтобы запускать с какого-нибудь Су-24 украинского. Этот момент пока неясен. И плюс непонятно, когда они впервые появятся. Тоже этот момент неясен. Но прибавка очень такая крутая и полезная в этом плане. Также в другом интервью Себастьян Никорне, министр обороны Франции, сказал, что в ближайшие недели Франция передаст Украине 6 самоходных артиллерийских установок Сазар. И вообще она до конца этого года собирается произвести и поставить Украине 72 таких самоходных артиллерийских установки Сазар. Что очень такая неплохая прибавка тоже. Это неплохо, прям 72 штуки. Это прям круто. Причем, судя по всему, имеется в виду прям новые. Но при этом одновременно была интересная новость, где я могу процитировать главу комиссии Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрика Перена. Он сказал такую вещь, что Франция производит сейчас 20 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. То есть, в принципе, того, что производит Франция за год, Украине при текущем темпе хватит буквально на несколько дней. Ну, я не знаю, длинная такая цифра, или он там просто ошибся в цифре, или он пытается таким образом в демагогических целях использовать ложную цифру. Это непонятно. Если 20 тысяч, то это прям совсем плохо. И, разве что, тогда, пацаны, у меня есть тогда идея. Скидываемся, покупаем 5, ну, окей, 10 гаражей во Франции, токарные станки. И делаем каждый день по 80 снарядов. В выходные отдыхаем с праздниками всеми, то есть, только в рабочие дни работаем. И за год просто нагибаем всю оборонку Франции и больше 20 тысяч производим. Потому что, реально, 20 тысяч снарядов за год – это какие-то очень суперскромные темпы производства. Я не знаю, с чем это так связано. Надеюсь, что это просто то ли депутат так переврал, то ли он ошибся в цифре, потому что это как-то совсем прям суперскромно выглядит. Ну, может быть, хотя бы в месяц. Ну, не знаю. Посмотрим, может быть, какая-то будет поправка, комментарий потом в будущем по этой части. По части танков «Леопарда-2». Во-первых, была новость, что Канада подготовила 200 танкистов украинских, конкретно, на льду модификацию танка. И плюс появились уточнения по тем 14 танкам «Леопарда-2А4», которые еще год назад, ну, почти год назад, весной 2023 года, обещали совместно Дания и Нидерланды приобрести и отправить в Украину после капитального ремонта. 14 штук. Сейчас, спустя почти год, заявили, что первые два «Леопарда» отремонтированы и готовы к передаче в ССУ после обучения экипажей. Всего лишь 2 из 14 за год отремонтированы и готовы к передаче. Тоже темпы довольно-таки в этом плане удручающие, потому что по части поставки танков мы довольно-таки давно каких-то таких больших новостей не видели, к сожалению. Ну, это факт. Боеприпасы для танков, да, мы видим сообщения об их поставке регулярно, но сами танки, как-то уже прям довольно-таки давно, не было видно. Есть некоторые подвижки, по крайней мере, судя по тому, что пишет западная пресса по части американской военной помощи. В частности, в среду была встреча Джозефа Байдена с лидерами республиканской и демократической фракций в обеих палатах Конгресса. Они обсуждали тот самый иммиграционный вопрос. И по итогам появилась статья в Wall Street Journal, которая озаглавлена следующим образом. Байден соглашается на ужесточение иммиграционной политики, чтобы отвести критику от себя и обеспечить помощь Украине. Но все, что указано в статье, это то, что Белый дом заявил, что Байден обнадежен результатами, которых удалось достигнуть на переговорах с республиканцами. Цитируется Майк Джонсон, спикер палаты представителей, который как раз больше всех так упирался, который вышел после переговоров к прессе и сказал, что определенные моменты мы достигли и договорились. Но при этом в этой статье нет никакой конкретики в плане того, что было бы сказано прямо однозначно, что все, план будет принят и он будет решен, и так что помощь вот-вот будет согласована. Я не знаю, может быть, потому что они, судя из своего опыта, своих корреспондентов в Белом доме, которые по таким вот размытым комментариям улавливают настроение и тем самым понимают, что, видимо, сдвинулась с мертвой точки эта ситуация. Действительно сейчас как-то все пойдет на лад. Ну, посмотрим, потому что в последние недели действительно было много критики администрации президента США в связи с миграционными вопросами, так что неудивительно, если он пошел на некоторую такую попятную, и учитывая, что ситуация в Украине не самая простая. Так что надеюсь, что на следующей неделе мы увидим что-то уже более конкретное прям по этому вопросу, и можно будет говорить, что типа вот-вот помощь снова пойдет. Еще как раз-таки по Америке. Интересное видео, на которое я обратил внимание, точнее, вся наша команда, то, что в США сейчас, естественно, понятное дело, как и другие страны мира, изучают опыт этой войны России против Украины. В частности, изучают вопрос преодоления заграждений, фортификационных сооружений. И там показывают вот такое видео, покажу туда стоп-кадр. Это проект, который они назвали «Сент-Хиллз», он делается в форте «Либерти» в штате Северная Каролина. И тут мы с вами сразу видим знакомые нам вещи. Бетонные пирамидки, колючая проволока и там дальше вот противотанковый ров. И тут едет такой экскаватор. Они тестируют беспилотные системы. То есть этот экскаватор, он без механика, без водителя, скажем так. То есть он просто автоматизированный. И он там едет, и он пытается эти пирамидки сдвинуть. Но чтобы я тут обратил внимание, почему я вообще затрагиваю это видео, хотя казалось бы, это просто такое вайбовое видео. Просто почему эти пирамидки вообще называют «зубами дракона»? Потому что по идее, по правилам предполагается, что у них есть десна. То есть какая-то либо бетонная площадка, либо другая какая-то площадка, которая зарыта в землю, в которой вмурованы эти самые бетонные пирамидки. Я, правда, ни по российскому экземпляру, ни по украинскому экземпляру не видел, чтобы эту десну условную делали. Но либо хотя бы эти самые бетонные пирамидки должны быть немного утоплены в саму землю. Для того, чтобы как раз таки, когда любая техника пытается их сдвинуть, будь то экскаватор или какой-нибудь танк, чтобы эта пирамидка тем самым, наоборот, еще глубже зарывалась в землю и не давала себя сдвинуть. Но, опять же, я не знаю, действительно, зарывают их, не зарывают. По всем фотографиям видео, которые я видел с обеих сторон, а Украина тоже применяет бетонные пирамидки, там непонятно. Поэтому я не знаю. Но в целом, мне кажется, что если делать по уму, то есть их немного утоплять и зарывать, то, наверное, такой экскаватор не особо поможет, потому что он так и не сдвинет. Эту пирамидку, по идее, нужно будет просто поднимать или как-то ее взрывать, чтобы тем самым разрушать. А так просто сдвинуть, если она поставлена по уму, то вряд ли получится. Но опыт, по крайней мере, войны это и изучают. И вот, видимо, будут делать какие-то новые методические рекомендации, методики обучения армии. Ну и по части хуситов США нанесли уже и четвертый, и пятый удары по хуситам в Йемене. Одновременно с этим хуситы заявили об успешном ракетном ударе по американскому судну. А помимо этого, они в предыдущие дни, как это пишут, по ошибке ударяли по танкерам, которые перевозили российскую нефть. Это довольно-таки забавно, учитывая, что сейчас МИД России так активно выступает как бы против всей этой операции Великобритании и США, против хуситов. И просто хотел здесь отдельно отметить, что когда вся эта операция Великобритании и США началась, то тогда меня в сводке спрашивают, как мы к этому относимся. Я говорил, что скептически. И вот интересно, как же Джозеф Байден сейчас воспринимает эту операцию? Корреспонденты разных изданий спросили его об этом, что вы скажете по ударам американским по хуситам. Он ответил следующее. Работают ли эти удары в контексте, останавливают ли они хуситов? Нет, не останавливают. Продолжат ли хуситы наносить ракетные удары? Да, продолжат. То есть тем самым, как видите, в этом плане мы оказались правы, что без сухопутного компонента эту проблему не решить. И даже в формате какого-то такого акта устрашения, акта предупреждения, что если вы будете продолжать, то мы снова скинем на вас бомбу. Это тоже не особо работает. А гоняться за ракетами хуситов в том плане, что подлавливать пусковые установки, ждать, где он выстрелит и словить его нанести удар, ну так этим можно заниматься очень долго, без особо больших результатов. При этом мы прекрасно понимаем, что ни одна из стран не готова посылать свой контингент, проводить какую-то сухопутную операцию в Йемене. Так что проблема еще довольно-таки долгая будет. Я не думаю, что она закончится еще двумя-тремя бомбозировками и типа все. Нет, скорее всего, это будет проблема довольно-таки долгая. По ощущениям, честно говоря, масштаб как будто снизился. Ну то есть была одна атака. Масштаб чей? Хуситов или удар? Масштаб ударов хуситами по кораблям. Проблема-то заключается в том, что тяжело идти в Красном море. И, собственно, был один удар за эту неделю, насколько я понимаю, по крайней мере тот, который фиксировался широко. И там было написано, что не получило судно серьезных повреждений и продолжило дальше. Не знаю, связано с обстрелами, не связано. Может, в целом, я не знаю, закончились ракеты и прочее. Но посмотрим. Вообще, насколько понимаешь, мы все время говорим про... Исходя из того, что у хуситов тоже бесконечное количество ракет, неясные задачи и прочее-прочее. А мы же тоже этого не до конца понимаем. Ну то есть в чем их вообще глобальная задача. Потому что я напомню, что они начали стрелять, типа они поддерживают Палестину и типа они начали стрелять по кораблям, которые аффилированы или идут в порты Израиля и прочее-прочее. То есть тоже, мягко скажем, цель недостижима и размыта. Поэтому насколько долго они это могут делать, особенно учитывая... Я не знаю, много пишут, когда про хуситов пишут про то, что они все там жрут вот этот вот наркотик. Значит, поэтому они вечно делают... Да, поэтому они вечно делают неадекватные заявления и, значит, какие-то странные телодвижения. Поэтому хрен может отпустит их в ближайшее время, может еще что-то. Иран с Пакистаном начали ударами обмениваться, да, тоже не придает уверенности всем. Поэтому вот это вот, если начинать копаться там, что вообще происходит, что называется, в мире, то, скажем так, ничего не понятно, очень интересно и очень страшно. Ну, в общем, что из этого самое интересное было, нас же все-таки в большей степени интересует экономический аспект, в том числе возможности России, пока Россия, судя по всему, перестала пускать нефть там. Ну, то есть об этом заявляло несколько источников, что иронично, потому что Россия как раз очень радовалась, что другие не будут нефть возить, и цены на нее поднимутся. Цены поднялись не так сильно, а вот, судя по всему, Россия больше не хочет пробовать, значит, испытывать судьбу и ловить случайные удары от хуситов. Ну да, этот момент, да, такой один есть. Ну, просто, в принципе, с точки зрения именно военной стратегии, я именно так оценивал, что если даже не абстрагироваться именно от Йемена, поставили бы подобную задачу, типа, вот есть повстанцы, которые с берега обстреливают ракетами корабли, надо эту проблему уничтожить, решить, закрыть, то я бы однозначно сказал, что, типа, просто в воздушной кампании ты особо там ничего не добьешься, нужно проводить сухопутную прямо операцию. Вот, и пока что, судя по всему, это так, насколько мы это видим. Вот, ну и закончу сводку на новости про НАТО. На следующей неделе начнутся крупнейшие за 35 лет учения НАТО, и они продлятся до самого мая. Понятно, почему крупнейшие, потому что, учитывая текущую ситуацию в мире, не только даже России против Украины, но и в мире вообще, там, Ближний Восток, Хуситы и прочее, тут все страны прекрасно поняли, что надо восстанавливать свои армии, хватит сидеть ровно на всяких стульях, и надо обновлять все свои методички, обновлять вооружение, боеприпасы и прочее, прочее, прочее. Учения будут крупнейшими за 35 лет, примут участие 90 тысяч военных. И так что я ожидаю большого потока новых пропагандистских сообщений с одной стороны России, что, типа, вот, видите, как и НАТО там грозит. Особенно в контексте того, что, видите, выборы президентские будут в марте, российские. Поэтому на это будет ссылаться прямо очень часто. Наверняка будет ссылаться очень часто и в контексте, что произойдет какой-нибудь очередной удар, там, собьют очередной российский самолет, попадут по какому-нибудь объекту России, на территории России, то опять будут скажут, что, типа, а вот там летали НАТОвские самолеты вдоль границы России, они там помогали, наводили, постоянно будут такое говорить. Тем более, что вот многие пишут о том, что, про российский телеграм-канал, многие пишут о том, что Россия надо вкладываться в искусственный интеллект. А мне кажется, что в России есть искусственный интеллект. Это Дмитрий Медведев, у которого интеллект явно искусственный. Поэтому я думаю, от него постов в контексте того, что ай-яй-яй, НАТО плохая, на предстоящие месяцы будет прям очень много. В связи, как раз таки, с этими учениями. Вот такие вот новости у нас на данный момент. Очень неосторожен. Ты оскорбляй искусственный интеллект, сравнивая его с Дмитрием Медведевым. Ну, есть только. Когда он будет захватывать человечество, тебе, возможно, достанется отдельно, не Дмитрий Медведев на искусственный интеллект. Слушай, вообще все больше разговоров как раз с стороны разных стран-членов НАТО о возможной российской агрессии. Не только там планы Бильда, которые не планы столько, да, вообще попытка учесть какие возможные вероятности на следующий год, но все больше говорить, что там через 20 лет будет война с Россией, через 10 лет. Скажи, пожалуйста, вообще, исходя из нынешних раскладов, в том числе твоего любимого мема «А чем» и прочего, насколько ты вообще чисто с военно-технической точки зрения, не с политической, считаешь возможным какое-либо противостояние между Россией и какой-либо из стран НАТО или Альянсом целиком? То есть вот насколько это сравнимые силы, насколько это сравнимые мощности, насколько это сравнимые возможности для того, чтобы эти силы нарастить? Ну, во-первых, какое-либо противостояние возможно, на разы, что только в формате каким-то образом закончили текущую войну России против Украины, провели несколько лет, восстанавливая армию и накапливая новый объем снаряда, формируя новые подразделения, обучая солдат, все это дело, и только потом, постепенно, начиная войну против НАТО. С одной стороны, никаких сомнений, что НАТО однозначно во всех потенциалах превосходит Россию. Но даже эта война, она прекрасно показала отдельные уязвимые моменты этих ряда европейских стран. С одной стороны, как будто бы всего-всего у НАТО больше, но при этом это все-все поставляется гораздо медленнее, оказывается, что оно некомплектное, оказывается, что надо сделать вот это, вот то, а потом нужно еще согласовать между собой, кто что поставляет, а оказывается, еще и снаряды там несовместимые, и разрывают пушки, потому что оказывается, хоть один калибр, но нельзя одной из другого стрелять. Короче, есть ряд моментов, которые в теории, условно так, абсолютно фантазийным, будущим, дало бы возможность проводить какие-то прям военные операции, условно, типа, начать наступление на ту же самую Фидляйзию, про которую часто путинский режим сейчас говорит, что, типа, вот, они теперь решили вступить в НАТО, они для нас угроза теперь. Как бы, я бы вполне мог такое представить, потому что, да, как бы, НАТО, если бы она встала бы на военные рельсы, и, например, пришла бы на супероперативный режим, и моментально бы решала свою проблему, быстро бы всю эту угрозу ликвидировала. Но здесь можно сделать рассчет на вот всю эту бюрократию, отсутствие оперативных решений и так далее. Ну, вообще, про то, что такая война возможна, об этом сказал глава военного комитета НАТО, нидерландский адмирал Роб Бауэр, что в следующие 20 лет может начаться война с Россией, нужно жить и в понимании того, что нужно к этому готовиться. Но я, опять же, он, как я это вижу, он не имел в виду, что, типа, однозначно она будет. Он имел в виду, что как раз, как и в контексте агентштаба, командно-штабных учений, что не нужно просто держать в голове, что такого невозможно, и, типа, поэтому не готовиться. А нужно лучше готовиться к плохому и просто быть к этому готовым. А если оно не произойдет, ну, то совсем даже и лучше, если оно не произойдет. Зато ты был готов. Скажи, пожалуйста, ну, за эти два года, на твой взгляд, какие-то НАТОвские проблемы, да, которые всплыли, они решаются или нет? То есть динамика, скорее, положительная или отрицательная, или топчется на месте? Ну, вот чисто с позиции, там, двухлетнего ежедневного наблюдения за всем этим. Пока не вижу ничего в контексте именно обучения, хотя отдельные элементы из Великобритании было, были отдельные там комментарии украинских военных, что вроде бы как они адаптировали свои методики и учитывают некоторые нюансы и некоторые комментарии от самих украинских военных в своих новых инструкциях по обучению. Но зато есть понимание стороны оборонки, что нужно ее там наращивать, восстанавливать и производить больше. Видно, какие предметы оружия стали более перспективными. Сейчас все хотят заиметь себе хаймерсы с этими самыми GMLRS-ами. Все понимают, что отрасль беспилотников, она стала там суперперспективной. Но вот по части конкретно той вещи, которая сильно тормозит обе стороны в этом конфликте, мины и как с ними бороться. Пока что никаких подвижек в этом плане я не заметил. То есть тут надо что-то придумывать прям новое. Как эти мины и заграждения преодолевать? Потому что вроде бы технология старая, а действует даже против самых новейших систем очень эффективно. Ну и последнее. Я хотел тебя спросить, видел ли ты приезд Медведева на какой-то оружейный завод, где ему показали какую-то перспективную разрабатывающуюся ракету и, значит, как они обсудили это перспективное вооружение. Да, я видел этот приезд. Я так и не понял, это тот же самый приезд, где был комплекс МПК-1500 с этими закрылками, точнее, Ливонами, которые я показывал, или это просто отдельные уже приезды. Этот момент я не понял. Ну да, там показывали ему некоторые новые ракеты, модифицированные. По-моему, ракету противорадиоакционную Х-58 показывали. По-моему, показывали изделие 720, или как так оно называется. Короче, некоторые модификации новых ракет, которые заверяют впечатляющие характеристики. Там полет на 400 километров, на еще сколько-то сотен километров. И Шайгу говорил, что нужно ускорять объем производства, увеличивать его. Но опять же, нужно понимать, что в этой сфере все эти заявления и отчетности работают ровно точно так же, как и по фронту. То есть, постоянно идет очковтирательство. Как генералы очковтирают, скажем так, генштабу, говорят, что на нашем, направлении идет все успешно, мы продвигаемся, враг уничтожается, потери у нас никаких, вообще ни раненого, даже не погибшего, и мы вот-вот и победим. То же самое надо именно так воспринимать через эту призму и заявление оборонки российской, что вот, типа, у нас есть новая ракета и, типа, она самая крутая. Это вовсе не значит, что именно такая она и есть. Нужно будет смотреть только уже по реальным каким-то испытаниям и ее применению. Так что, пока что это просто хотелки. То, что мы увидели на всех этих стендах, а потом посмотрим, дойдет ли это до производства или нет. Спасибо тебе большое и до встречи в понедельник. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok